Финансы могут спеть романцы. Госдума запретила денежные переводы из России в Украину через платежные системы Western Union и MoneyGram. Политологи считают, это ответные меры Москвы на ситуацию вокруг Сбербанка РФ. А вот экономисты говорят, последствия могут быть выражены в миллиардных потерях валюты, поступающей в нашу страну. Для украинцев же в отсутствии элементарной помощи от работающих в России родственников, благодаря которой большинство из них выживает. Продолжит Олег Решетняк. Затянувшийся после развала СССР экономический кризис ежегодно вынуждает миллионы украинцев уезжать за границу, чаще всего в Европу или США. Но и Россия далеко не последняя в списке. За четверть века независимости гастарбайтеры стали неотъемлемой частью украинской экономики. В прошлом году объемы перечислений были порядка 5 миллиардов долларов. Это, к слову сказать, чуть ли не в два раза больше, чем притоки прямых иностранных инвестиций, которые мы получаем. Поэтому это те деньги, которые дают облегчить давление на нашу собственную местную денежную единицу, на гривну. Сегодня Российская Госдума приняла закон, который запрещает любые денежные переводы в другие государства, а значит и в Украину тоже. По словам экспертов, такое решение обусловлено в том числе и действиями украинских радикалов. Участники национального корпуса во многих регионах блокировали работу отделений Сбербанка России. Правда только состоит в том, что мы помогли собрать голоса вот нашими собственными действиями по отношению к Сбербанку Российской Федерации. Здесь помогли утвердить мнение российских голосующих за этот закон, что они должны его и таки немедленно принять. География украинских гастарбайтеров в России впечатляет, как их влияние на экономику Украины. Только в 2016-м, по официальным данным Нацбанка, из РФ страну перечислили около 1 миллиарда долларов. Это почти 40% всех поступлений из-за рубежа от физических лиц. Теперь утверждают экономисты, в украинском госбюджете образуется дополнительная дыра. Это колоссальная сумма, которая, например, способна гасить наш торговый дефицит. То есть наш торговый дефицит в реальности меньше, чем та сумма перечислений, которую мы получаем от зарубежья. Это важный фактор, который позволяет удерживать стабильность в стране. Я имею в виду финансовую стабильность. Когда вводят запреты, расцветает рынок теневых услуг, говорят эксперты. По их прогнозам, платежи, скорее всего, по уже устоявшейся традиции, банально уйдут в тень. У них есть такие курьеры, которые занимаются доставкой денег. Но за это они берут достаточно немалую комиссию, от 5 до 7%. Через банк почти вообще бесплатно было перераховывать деньги. Платежные системы, ну, правый тоже немало, 2-3%. То есть семьи зарубичан будут получать от своих кормильцев меньше, как и госказна в целом. Каким образом власти будут закрывать новую дыру в бюджете страны, непонятно. Ни в Кабмине, ни в Нацбанке решения российской Госдумы пока не комментируют. Олег Решетняк, Максим Чеблин и Жанна Дучак. Подробности телеканал Интер. Субтитры создавал DimaTorzok